Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 7 января, и Церковь сегодня торжествует и ликует. Ибо сегодня радостный день Светлого Христова Рождества. И сегодня за торжественным богослужением читается отрывок из послания святого апостола Павла, глава 4, послание к Галатам, глава 4, стихи с 4 по 7. И вот как звучит этот рождественский отрывок в русском синодальном переводе. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного «Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами обращаем свой взор на послание святого апостола Павла к Галатам. Читая в период предправства послания святого апостола Павла к евреям, мы себя готовили, готовили к дню сегодняшнему, готовили к сегодняшнему радостному богослужебному дню и вообще к празднику Рождества Христова. Там говорилось о различных аспектах веры и неверия. Говорилось о том, что еврейский народ был искушаем в пустыне и отрекся от Бога. Не прошел искушения. И это отречение было ознаменовано их неверием, их недоверием. Послание к Галатам, когда мы с вами читали это послание, мы с вами увидели, что послание к Галатам акцентирует свое большое внимание на аспекте веры в деле спасения. Ибо именно через веру Дух благодати Божией спускается в сердце человеческое. Бог решит следовать за Христом именно через веру, а именно через это следование за Христом, как говорит нам свидетель Тихон Задонский, мы обретаем спасение, мы обретаем обожение, становимся сопричастниками этого действования Святой Троицы в Церкви. Именно через веру в Иисуса Христа, в его смерти и воскресение. Соответственно, то, о чем мы читали, на что ссылался апостол Павел в послании к евреям в предыдущий период, период предправства, это было ожидание, это не было исполнение времен. Но сейчас пришла полнота времени. Полнота времени ознаменована тем, что открылось спасение через веру, ибо до этого спасение было закрыто для людей, ибо через закон спастись невозможно, как говорит апостол Павел в послании к Галатам. Соответственно, но когда пришла полнота времени, говорит сегодняшний отрывок, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону. Зачем Христу подчиняться закону? По своему человечеству он должен был это сделать. И послание к Галатам подробнейшим образом это описывает. Он стал за нас как бы клятвой закона, ибо закон, вся совокупность правил Ветхого Завета, обрядных правил, правил и нравственных, она была сложна для выполнения. Но все эти правила существовали для того, чтобы понять человеку, что он греховен. И в этом смысле закон прекрасно выполнил свое предназначение. Он привел человечество к пониманию того, что ты не можешь просто исполнять заповеди и спастись. Своими силами спастись не можешь, ибо все исполнить в законе невозможно. Но Писание всех заключало под клятву закона, проклинало, ибо проклят всякий, кто не исполняет всего, что написано, говорит апостол Павел в третьей главе послания к Галатам. Итак, человечество находилось под законом, под проклятием закона. О чем и поется в церковных текстах, мы читаем, «Искупил нас на еси от клятвы закона, честную твоей кровью». Итак, Христос сам пришел и облегся в закон, сам стал за нас проклятием закона, понес на себя его. И вот об этом и говорится. Бог послал, когда исполнилось время, полнота времен пришла. Послал сына своего единородного, который родился от жены и подчинился закону. Сегодня мы празднуем это Рождество, это рождение сына Божия, единородного сына. Зачем? Зачем он подчинился закону? Зачем он пришел в этот мир? Пятый стих говорит нам, «Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Грех – это разрыв между Богом и человеком. Вспомните притчу о блудном сыне. Как он разорвал отношения со своим отцом, этот блудный сын. И как он получил прощение. Отец заново усыновил его. Для этого сына блудного отец сначала умер, перестал существовать, и, получив наследство, он его промотал, прокутил. И чтобы опять спасти этого сына от этой гибельной жизни, он решает усыновить его, вернуть ему его достоинство. Таким образом, через усыновление происходит спасение этого сына. Так же и мы, так же и человечество, оно должно быть усыновлено Богом. Восстановлено в этом сыновьем, дочернем статусе по отношению к Богу, к Святой Троице. Чтобы искупить подзаконных пришел Спаситель, дабы нам получить усыновление. И это усыновление происходит именно через веру, через свободный дар любви. Поверив в Богу, в Его крестные страдания, в Его смерть и воскресение, мы получаем благодать, и эта благодать начинает в нас действовать. Мы получаем обожжение, прикасаемся к возможности этого обожжения. И уже в дальнейшем дела веры свидетельствуют о нас, как о добрых христианах, или как о тех, кто взялся за плуг и оглядывается назад. Шестой стих говорит, а как вы сыны, сыны не по природе, а потому что Бог так захотел. Сыны по благодати, как учит нас православное вероучение, православное богословие. Мы сыны и дочери Божьи по благодати. Бог своей тайной, мистически усыновляет и удечеряет всех нас через таинство святого крещения, к которому мы приходим только через веру в Христа. Итак, как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа своего сына, вопиющего овоочи. Мы сыны и дочери Божьи. И именно это позволяет послать Богу своего духа, который выводит нас на новые отношения с Богом, когда мы можем обращаться к Нему. Любимый Отец, Папа. Ибо именно это передает нам, вот это, казалось бы, торжественная фраза «Авва Отче». Вот этот звательный поддержь, он смущает нас. Ведь здесь, вместо торжественного стиля, на самом деле, очень интимное семейное обращение. Так, как ребенок еще в дошкольном возрасте обращается к любимому отцу, Папа. Вот эти тесные отношения между Богом и человеком возможны только благодаря Рождеству Христову. Потому что он пришел в мир, чтобы стать подзаконным, чтобы одеть на себя это проклятие закона. И, как говорит апостол Павел в одном из своих посланий, пригвоздить на кресте все наши грехи, рукописание наших грехов вместе с собой на кресте и раздрать его. И таким образом, сегодня мы, как пишет 7 стих, в 7 стихе апостол Павел, «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Мы наследники Божьих обетований, которые даны были еще Аврааму. О том, что в сыне, в его семени, которая есть Христос на самом деле, в сыне Авраама, семени Авраамовым, все племена земные наследуют небесное царство. И вот мы через Иисуса Христа становимся невидимыми, незримыми наследниками этих обетований. Возрадуемся об этом великом событии. Возрадуемся о начале домостроительства нашего спасения, Рождестве Христовом, которое положило начало исполнению всех времен, которые положил Бог. Полнота времени пришла. Мы живем в Новом Завете с Богом. Так возрадуемся же об этом здесь и сейчас. Будем ликовать в эти светлые дни. Итак, дорогие братья и сестры, вновь и вновь поздравляю вас с этим светлым праздником. Желаю вам радости, спокойствия, мира и глубокого умировотворения в душе и тех самых отношений, о которых сегодня говорит нам апостол Павел в своем послании. Отношений с Богом, чтобы мы могли Духом Святым обращаться к Богу, Авва, Отче, призывая Его на всякое время и на всякий час в своих молитвах. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться с вами. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о родившемся Спасителе и до новых встреч!